Дорогие друзья, я Ари Роса Суркан, глава проекта «Большая Евразия», и я вновь рад приветствовать вас на моем канале. Выражаю прежде всего огромную благодарность всем тем, кто оказывает всестороннюю поддержку нашему молодому каналу и нашему проекту. Друзья, подписывайтесь на канал, заказывайте наши книги, ссылки все в описании к видео. Лайкайте, ставьте репосты, пишите комментарии и отзывы. Нам очень интересно с вами общаться и отвечать на ваши вопросы и ваши размышления, которые поступают к нам со всего мира. И это очень приятно, что темы, которые мы поднимаем, являются своевременными и затрагивают души и сердца людей, которые, очевидно, являются нашими соратниками и единомышленниками. Итак, пятая лекция будет у нас о Северной Руси. Которая сейчас называется Скандинавия. Современная история Скандинавии связана прежде всего, это общеизвестный факт, с персоной полулегендарного Одина, он же Водин или Един. Из мифов, записанных с Норрис Тирлсоном примерно в XIII веке, известно, что Один жил в Асгарде, в городе Асов, где-то в восточной реке Танаиз, бывшее название реки Дон, за Уральскими горами. Известно, что древний Асгард с величественным капищем храмом находился в Большой Скифии на слиянии рек Иртыш и Ом. Асгард простоял несколько десятков тысяч лет, что подтверждается археологическими раскопками, и был разрушен джунгарами, племенами Северного Китая, лишь в 1530 году. На месте разрушенного Асгарда в 1716 году был построен новый город Омск, Скидна-Ами. Это фактически географический центр всей Большой Евразии. Итак, из Большой Скифии, которая также еще называется Большая Свитерд, согласно исландским источникам, Один перебрался, минуя Причерноморские степи, Ютландию, Кемерийский полуостров, это бывшее название современной Дании. В Малую Свитерд, или в Малую Скифию, или Светию, которая сейчас называется Швецием. Именно в скандинавских сагах, например, как младшая и старшая Эддах, Светия называется Малая Свитерд, или Малая Скития, по аналогии со своей прародиной, Великой Свитерд, Великой Скитии. Также стоит отметить, что кроме названия Малая Свитерд, Светия еще называлась Остро-Рос, Восточная Русь. Вот как интересно. Причем названия, связанные с Востоком, в северных землях, они не единичны. Например, в той же Дании есть город Ос-Энде, который можно перевести как Восточный край, например. Итак, согласно прибалтийским эпосам, Один жил на острове Рюген, он же Руян-Буян, в Арконе, величественной столице Северной Руси. Память об Одине сохранилась в названии двух прибрежных городов Северной Руси, как Одинбург, он же Эдинбург, столица Скотии, и порт Водин, прежнее название Санкт-Петербурга, которое сохранилось на старых средневековых шведских картах в том числе. Этот факт говорит о том, что Один, он же Водин-Эдин, реальный исторический правитель, который жил примерно на рубеже нашей эры. Один также построил языческий, ведический Асгард-Светьордский, который был уничтожен под натиском католической германской экспансии в 1245 году и находился на месте старой Упсалы. Прибрежная восточная область Свети, Швеции, где был ранее Асгард, а сейчас Упсала, называется Рослаген, а южное побережье Свети называется Смоленд, созвучно со смоленском. Но это и неудивительно, потому что название со смолой говорит о том, что в этих землях было сильно развито смоловарение. Также в давние времена существовал еще один город богов Асгард-Сагдийский, который находился в Средней Азии, около Ашхабада, Асгабада, город Ниса. Сагдиане – это современный Таджикистан и Узбекистан. Это единственная страна, давшая достойный отпор захватническим воинам Александра Македонского. Итак, возвращаясь далее к Скандинавии, обратим наше внимание на труды средневекового ученого и священника Архимандрида Рагузского Мавро Арбини. И именно на его книгу «Славянское царство», которая издана была в 1601 году на итальянском языке и переведена на русский в 1722 году, в которой он постарался изложить историю славян-русов. Мавро Арбини, принявший сан монаха ордена бенедиктинцев, черпал свои энциклопедические знания в старых итальянских библиотеках, в том числе в знаменитой библиотеке герцога Рубинского, которая считалась в период Средневековья одним из величайших хранилищ документов и книг. В специальном здании были собраны тысячи латинских, греческих, европейских источников. После смерти Арбини часть этой библиотеки была утеряна, часть попала в архивы Ватикана, в закрытые архивы. Так вот, по данным Мавро Арбини, Скандинавия была населена славянами, а нынешние шведы, датчане, норвежцы, исландцы, германцы и другие так называемые германо-скандинавские народы – это прямые потомки славян. Современная наука также считает, что люди типа известного сейчас как фатьяновская культура являются предками германцев, скандинавов и прибалтов, то есть тех же русов. Это же и подтверждается исследованиями генеологов, согласно которым скандинавы на 70% славяне по крови. Самоназвание Скандинавии считается как скандинавия, то есть путь в мир Нави, ну или на край света. Напомним, что в ведическом православии, в том древнем православии, существует три мира. Мир прави, то есть мир богов, которые и славят, православие. Мир яви, реальный мир, в котором мы живем. И мир Нави, то есть мир ушедших душ. Многие исследователи трактуют название Норвегия как путь на север, Нордвегия. Но это название как бы логичное, учитывая расположение Норвегии и указывает действительно дорогу на север. Однако, зная, что название народности, которое стало проосновой тех же норвежцев, было Норики или Нарцы. То есть можно сказать, что это путь Нарцев или путь Нориков. В тексте, в слове о полку Игореве Норики называются русами. Также в Печерском Патерике XV века указано, что Нарцы, Норики, это тоже русы, славянский народ. Примечательно, что еще в X веке епископ Кремонский Лаупранд, будучи послом Константинополя, писал, что русов именуем мы также и норманами. В Бертинских аналах IX века указано, что в 839 году Людовика Благочестивого посетило некое посольство людей, которые называли себя росами из рода свионов. Интересен рассказ книги Арбини, где говорится об употреблении кириллицы в Западной Европе. И сами принцессы норицкие употребляли буквы славянские в народных письмах. Як уже зрит завод церкви святого Стефана в Вене. Здесь же норицкие принцессы в Вене русским языком глаголят. Ватикан уничтожал или прятал сочинения тех самых авторов, на которых ссылался в своих книгах Арбини. Это является прямым доказательством и наглядным примером, как уничтожаются исторические источники неугодные. То есть многие труды, на которые ссылался в славянском царстве Арбини, они сейчас неизвестны. Немного также стоит сказать о топонимике Скандинавии. Красноречиво звучат названия норвежские, такие как Русенборг, город русов, Тронхейм, который назывался прежде Нида-Рос. Восточное побережье Швеции Рослаген, где был Асгард, Светьордский, а сейчас Упсала мы уже упоминали. Отметим, что вплоть еще до 15 века датские князья назывались венскими, то есть славяно-арийскими или венецкими. Вот в Дании это множество городов сохранили также славянскую топонимику. Вот, например, город Выборг, Эсберг, то есть это Асборг, тот же город Асов, Рибе, он же рыбный, Ферецлав, Рослев, Фрослав, почти Вроцлав, Астерсков, Северслав, Алслав, Филсков, Ванден, Ярлев, Норбелев, Наксков, Хадерслав и Брандерслав. Итак, далее немного приведем фактов о древнескандинавской письменности и языке. В древнескандинавской старшей Эдде считается, что руны были принесены на землю богом Одином. Руна, кстати, с германского переводится как «тайна». Так вот, попытки ученых прочитать руны обширных регионов Евразии, как причерноморские, хазарские, сибирские, исходя из языков германской группы, закончились полным провалом. Напротив, оказывается, что большинство рунических надписей Центральной Европы, найденные вплоть до северо-современной Германии, того же Шлезвига, да и в самой Скандинавии, считаются по-славянски. Архонское и Енисейское руническое письмо, принадлежащее славяно-ариям, сибирякам, афанасьевской и андроновской культур 3-2 тысячелетия до н.э., перешло по наследству в Средневековье тюркам, а также венграм и булгарам. Особенно впечатляет сходство сибирских, то есть архонско-енесейских рун со скандинавскими. Около 20 знаков полностью совпадают по написанию. Вырисовывается очевидная картина, что вся внутренняя континентальная Евразия была некогда полем распространения древней славяно-арийской рунической слоговой письменности. Это утверждение касается не только рун, но и других систем письма. Древнескандинавский язык, который стал основой для норвежского, шведского и исландского, называется норско-мола, северная мола, мола или речь. Известно, что этот язык берет свое начало от старорусского, который принесли с собой русы с северного Поволжья, Дона и Поднепровья, что подтверждается теми же ДНК-исследованиями. Ученые считают, что древнескандинавский на более близок к мове, на которой говорили на землях от Киева и Смоленска до Ладоги и Новгорода. Несмотря на усилия Ватикана и немцев, некоторые области Скандинавии, да как и Германии, еще лет сто назад говорили на языке, близком к русскому. Вот, к примеру, плачевная речь по королю Карлу XI от 1697 года написана латиницей, но по-русски, церемонисмейстером шведского королевского двора Юханом Габриэлем Спарвенфельдом. Впервые ее оригинал выставили в Ромитаже в начале 90-х годов, а в 2001 году демонстрировали в Москве на выставке «Орел и лев. Россия и Швеция» в XVII веке. А хранится ее оригинал в библиотеке того же славного города Упсала, если конкретнее, то это собрание Палм-Колд в XVII. Язык свионов, свеев, то бишь русов, называется «свенскмол» или «свейскомола» – речь. Русские войска периода Северной войны, высовершись на острове Готланд, обращались с местными по-русски. И это общеизвестный факт. Точно так хорошо воины понимали друг друга и в сражениях под Полтавой. Произнесенная на моле фраза «як твард ест мо видем» переводится как «я сотворен тем, что видимо» или «я есмь то, что вижу». Это вполне понятная любому славянину северная оговорка или наречие. А в старонорвежском языке до сих пор сохранилось очень много слов с русскими корнями. Например, норвежское «стрём», которое означает «стремнина», «поток ручей» или другое слово «гаты» – «улица». Дело в том, что по всей Руси, в том числе и в ее северных регионах, улицы прибрежных городов мастили досками и бревнами, как прокрадывали дороги, гати, через болота. Наблюдаемая этимологическая связь сохранилась также в датском «гата», в латышском «гатве» и в эстонском «кату». Северонорвежское «батте» – «отец батя». Происходит, конечно же, от слова «батя», а не от «фадер», как сейчас пытаются это представить современные норвежские лингвисты. В старом норвежском языке «мать» – это «мётре». В Воронежской губернии России, например, и сейчас сохранилось такое обращение. А также, как в некоторых местах на Украине. Ему соответствует современное якобы норвежское «мор» и считается как «мун». В Швеции слово «торт» звучит как «торта». А «ёжик» называется «иголькоттен», то есть «кот с иголочками», а по-русски всем известна, конечно, фраза «ёжкин кот». Если проследить эволюцию северных языков, то можно уловить одну характерную закономерность, которую скользает от любого, кто лишь приступил к изучению. От редакции к редакции из всех словарей постепенно изымаются слова с русской корневой основой и заменяются словами латинской корневой основой. А если этого сделать по каким-либо причинам не удается, то аргумент один. Эти слова имеют якобы не русскую корневую основу, а индоевропейскую. Самый полный словарь новонорвежского «Нью Норс» словарь Беркова насчитывает почти 300 тысяч слов и словарных статей, и он уже мало содержит в себе исконной староскандинавской молы. Между тем, еще каких-то сто лет назад житель какой-нибудь глухой горной долины в любой уголке Скандинавии прекрасно понимал по-русски. Да, стоит отметить, что индоевропейское самоупотребление этого словосочетания на корню неправильное, потому что, например, те же германцы пытались внедрить такой термин, как «индогерманское». То есть я к тому, что верно называть это словосочетание, заменить на слово «славяно-арийское», поскольку оно полностью соответствует смыслу и содержанию того, что под этим пытаются западные лжелингвисты и лжеисторики подставить. То есть укрыть бывшую славяно-арийскую ведическую цивилизацию под пеленой латинства. Так вот, до недавнего времени и в королевстве Швеции не было государственного языка. Лишь в 2008 году парламент принял закон, наделявший шведский язык официальным статусом. Правда, к тому времени шведский язык уже довольно давно был основным языком в стране, хотя основная масса шведов все-таки разговаривает на том же английском сейчас. На главные позиции шведский язык в Швеции начал выходить лишь в конце XIX века. В 1855 году норвежский язык, так называемый «лэндсмол» или «сельский», приняли в качестве официального письменного наряду с норвежской версией датского. По сей день в европейских музеях хранятся письмена Ивана Грозного европейским монархам, тон которых вызывает изумление псевдоисториков. Вот, например, письмо Ивана Грозного королю Швеции Густаву I, подлинник которого хранится в шведском архиве. «Ты – мущий раб, а не государь. Когда же новгородские наместники великого государя, царя русского, пошлют своего посла к королю Густаву, то Густав, король шведский Готлиб, должен будет перед этим послом крест целовать. Тому быть и невозможно, чтобы тебе, мимо наместников, с нами сцелатися». То есть Иван Грозный вовсе не считает короля шведского себе ровней. Письмо заканчивается так. «А что мы короля Арцемагнуса пожаловали городом и иными землями, так мы Божьей волей в своей вотчине вольны, и кого хотим, того и жалуем». Выходит, что Иван Грозный считал Европу своей вотчиной, а тамошних монарков – вассалами, которые не имели права обращаться к нему напрямую, а только через царских наместников. Также важно отметить, что финны до сих пор называют шведов «родси», то есть русские, а русов – «росов» в широком смысле этого слова, то есть и белорусов, и украинцев, и русских – «венеды». Традиционный русский сарафан и кокошник были распространены как у русов-свеев – скандинавов, так и у этрусков – рассенов. Если вы когда-нибудь побываете в Стокгольме, который назывался на той же плачевной речи по Карлу XI стекольня, то вам непременно стоит побывать в волшебном музее под открытым небом, который называется Скансен и расположен на одном из островков Стокгольма. Так вот, вы настолько поразитесь и удивитесь, и вы увидите воочию, что все экспонаты относятся только к культуре Древней Руси. От лаптей, строения избы, внутреннего наполнения – все-все артефакты, экспонаты относятся исключительно к культуре Руси. Норвежские и шведские сарафаны, как известно, сарафан – это отличительный такой атрибут русской культуры. Так вот, норвежские и шведские сарафаны отличаются только цветовой гаммой. А чего стоит в этом музее Скансен избушка на курьих ножках, которая была распространена по всему русскому северу? Самоназвание шведов – свеи, то есть свои. Также сварга, сверидж, что соответствует о превалирующем культе в определенное время сварога из славянского пантеона. Как же так случилось, что скандинавы позабыли о своих славянских корнях? А все проще простого. Англо-американцы подкинули норвежцам лидирующие позиции в НАТО и главенство с момента создания Североатлантического альянса в 1949 году. Их кураторами в НАТО были вплоть до начала 80-х годов прошлого века бывшие высокопоставленные нацистские преступники, которым удалось избежать наказания. Это, например, генерал вермахта Эрнст Фербер, начальник штаба Гитлера Адольф Хаусингер, начальник штаба маршала Ромеля Ханс Фейдель, знаменитый летчик Люфтваффе Йоханн Штейнхоф, адъютант высшего командового состава вермахта Фердинанд фон Зенгер и многие другие. Сразу же вырисовывается интересная историческая параллель, как норвежцы и датчане в особенности, как самые пронатовские из всех скандинав, но так и практически вся скандинавия были оторваны от своих русских корней. Так почти 100 лет назад началось усиленное переворачивание мозгов практически в сакральном центре Руси, в Галичине. Еще около 100 лет назад территория, в которую входила Галичина, Волынь и обширные польские земли, называлась Червоной Русью. И проживали в ней русы, что, согласно полковым словарям, является синонимом слова «русин», «русский», «рос», а на латыни это называлось «рутены». В начале 20 века Габсбурги совместно, конечно же, с Ватиканом, продолжая расчленение империи русов, начали навязывать Червоной Руси искусственную украинизацию. Всех, кто в Галичской Руси считал себя русом, русином или русским, убивали и отправляли с 1914 по 1918 годы в первые европейские лагеря Терезан и Талергов, что сейчас находятся на территории современной Чехии и Австрии. Десятки тысяч русских людей заживо сгнивали, как скот, в загонах под открытым небом, без бараков. Новые перевертыши украинцы успешно строчили доносы на своих сожграждан, которые не желали менять свою идентичность и получали жалкие подачки и должности от местных властей. Трагедия Галичской Руси заключается в том, что насильственно перевернутые сто лет назад вымышленное украинство и католицизм русы в условиях нынешней Украины активно борются со всем, что имеет их родовой корень рус или роз. В архивных документах, которые лично я видел во многих архивах XVII-XIX веков, любые окраины и пограничные земли, условно говоря, территории бывшего Советского Союза, назывались оукраинами, украинами. Именно оукраинами. Будет о Волжске какие-то территории или Север, или Псковщина, Смоленщина, везде писались оукраином. Так вот, более того, русам-галичанам в Австро-Венгрии было запрещено получать высшее образование, потому что невежественными людьми гораздо легче управлять. И это все происходило в славном русском Львове, где еще в 1574 году с изволения русского царя в типографии известного Ивана Федорова впервые в Российской империи, в русском царстве, был напечатан первый букварь русского языка, буквица. Вот так, друзья. Об ужасах и гибелях червоной галецкой Руси напоминает нам лишь памятник, который величественно стоит на Лычаковском кладбище Львова. Я вам настоятельно рекомендую найти в интернете и скачать, почитать книгу «Очевидцы от того геноцида русов и превращения в украинцев» в Аврико. Книга называется «Терезан и Талергов. К 50-летней годовщине трагедия галецко-русского народа». Издана она была во Львове в 1934 году, переиздана во Львове в 1964 году, а также в Москве в 2001 году. Также хочу дополнить, что все документальные свидетельства этой таргедии довольно хорошо сохранились в Львовском историческом архиве. И теперь перевертыши с измененным сознанием, норвежцы, датчане и другие скандинавы, так же как и перевертыши галичане, яростно ненавидят русов, что является синонимом русинам, русских или росов, то есть самих же себя. А это не что иное, как шизотипическое расстройство личности. Вот так успешно, друзья, работают технологии промывания мозгов. В дополнение важно сказать, что конструированием украинского мифа активно занимались масоны и иноагенты, такие как профессор Грушевский, который полностью отрекся от своих взглядов и успешно до конца своих дней работал в системе Академии наук Советского Союза, масон Симон Петлюра, масон Гетман Скоропадский и многие другие сто лет назад. В современной же Украине одной из главных ролей играл масон наивысшего 33-го градуса посвящения, экс-предстоятель греко-католической церкви, кардинал, титулярный епископ Нисы, уже почивший Любомир Гузар, читай Хазар, который до этого успешно работал в Москве. Именно парижанин Гузар первоначально создавал и курировал в начале 90-х годов в России масонскую ложу «Кансистория России», после чего вплотную занялся строительством украинского мифа. Подытоживая, отметим, что Скандинавия в недавнем прошлом – земля славян, на которой и сейчас проживают славяно-русы, с измененным сознанием, которые на 70% генеалогически по крови являются славянами. Топонимика и древняя культура в Скандинавии полностью соответствуют славянской. В исторически достоверных документах ранне-средних и средних веков утвердительно доказано, что норики-нарцы – это те же русы, так же, как и свеи. Стоит также добавить, что варяги или викинги не являются названием какой-либо этнической группы. Это абсурд и бред. Это всего лишь навсего – профессия. Терминология викинги и варяги была придумана, внедрена и использовалась в основном, так же, как и нормандская теория, начиная с XIX века, чтобы увести нас от истинной истории. Сериал «Викинги», например, всемирно известный, является невежественным вымыслом и пропагандой исключительно. Никакой исторической подоплеки там нет. Это тоже технология промывания мозгов. Пора, друзья, в исторической науке поменять назад названия норманов на русов, которые являются отождественными, и тогда перед нами откроется совершенно иная правдивая история Евразии. А Скандинавии стоит вернуть название Северная Русь. Друзья, подписывайтесь на канал, заказывайте наши книги, делайте репосты, ставьте лайки. Одним словом, способствуйте развитию нашего молодого канала и нашего проекта. Все необходимые ссылки в описании под видео. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова